МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, Жень! Здравствуйте! Еще не проснулись, да, по-моему? А мы часто с Женей видимся по вечерам, потому что мы живем и работаем в одном здании, можно так сказать, когда Женя спускается с радио, я по каким-то делам бегу, часто обмениваемся какими-то новостями. Вот недавно посмотрела клип, да, Жень, новый? Какой именно? Абсолютно. Рюмочку налей. Стопочку налей. Стопочку налей. Ну, кстати, видео получилось таким по-настоящему застольным, веселым. Сразу хочется на свадьбу к кому-нибудь ходить. На застольные песни сейчас вообще пользуются большой популярностью, как тренд. Я это ощущаю. Стойские песни. А, то есть это ты специально сделал так в струю, да? Я сделал от души, потому что, ну, хватит. Все сто тут они разделены любви. Включишь канал там все там, она ушла, вернись ко мне, о, боже мой, как дальше жить? А я хотела бы стать дождем, да? Ну, было это, было такое настроение, теперь сделали другое. Кстати, Стопочку налей сыграла интересную вещь в моей жизни. Вы еще не знаете, но 12 октября состоялся в Москве релиз моего альбома «Стать дождем». Куда вошел старый материал и новый, 19 треков всего. Это сделано потому, что я выставил в интернете песню «Стопочку налей» и через неделю максимум получил предложение от российской рекординговой компании на выпуск пластинки предложений. А компания непростая. Они выпускают Елену Военгу, Стаса Михайлова, они выпускают Григорию Лепса, они выпускают Варум, Агутина, Трофим и так далее. Это все они. И сейчас уже мой диск продается в России, Прибалтике, Белоруссии. Это как минимум. Жену, мы поздравляем. И в Германию они обещали отправить диски, потому что там очень большая диаспора русскоговорящих людей. И если они не обманывают, то скоро начнется поддержка по радиоальбомам в России. Вот совершенно неожиданно. Стопочку налей. То есть вы решили так начать нашу зависть? Да, да, да. Восточно-казахстанская областная, государственная областная филармония советского времени. Ужас. Слушайте, образование получили тогда, есть какая-то разница, тот, Жигалтаев и нынешний. И где между ними случилось, что называется, звездная болезнь? Ну она должна была быть. Она была там, вот разница вот так, вот это есть. Так там была звездная болезнь, сейчас нету. То есть прямо в филармонии она случилась? Да, вышел в филармонии, я тебя умоляю. Я все могу, я король мира. Понимаете, мы, там в советское время была школа, если убрать вот верхушку айсберга, ну то есть что видит человек? Клип, концерт, это же верхушка айсберга, под ним лежит огромная работа. Ее не видно никогда. Ну как у танцоров, они выходят, танцуют, никто же не знает, сколько они проводят времени, допустим, у станка, да? Это же ужасный труд. У нас что-то вроде. Все весело, легко, привет, армс, здоровь, все довольны. А вот этим лежит работа. Слушайте, у нас, я вам скажу больше, у нас даже артисты есть, в принципе, которые так говорят, они умеют до сих пор. Артисты. Уж мы-то знаем. Уж мы-то, поверьте, через этот диван прошли многие артисты. Ой-ой-ой. Да, при общении просто порой задаешься вопросом, петь ты умеешь, например, или умеете даже. Да, да. Но вот как-то поговорить нам сложно бывает иногда. Ну извините, я работаю на радио, здесь меня вам поговорить сложно. Жень, прежде чем мы продолжим нашу беседу, давайте все вместе посмотрим новости без политики. Ну что ж, после новости без политики у нас новости также о политике так называемого шоу-бизнеса. У нас в гостях, напоминаем, популярный радиоведущий, певец, продюсер, но наверняка это еще не все регалии, которые нам известны. Евгений Жгалтаев. Доброе утро. Жень, скажите, пожалуйста, вот клип «Кинг-дэнс», кто был автором идеи? Это есть такой человек чудесный, его зовут Сержанка Ирбеков, он не просто поклонник Головкина, допустим, или казахстанского спорта, он патриот страны, и он, это уже не первое видео, которое делает о казахстанских спортсменах. Ну вот, и он решил сделать кинг-дэнс, позиционируя, что Геннадий Головкин это король танца и бокса, да, и в то же время он, когда тренируется, он делает какие-то движения, которые напоминают танец, допустим, и превратить это в молодежный танец. Мне уже присылали видео, и, кстати, даже из Соединенных Штатов, где дети стоят, подростки возле мониторов телевизоров, своих компьютеров, и они делают похожие движения. Жень, ну мы все время говорим о тебе, как о певце, а давай поговорим немножко, как о радиоведущем. Жень, мне всегда было интересно, скажи честно, неужели вот эти смешные смс-ки тебе на самом деле приходят, присылают люди? Ну, они присылают то, что, как вам объяснить, смешные, они становятся смешными, когда мы их читаем. А, ну понятно. А, то есть редактура какая-то есть устная своя. Я вас приглашаю, кстати, вот, вас приглашаю в любую из пятниц у нас встречи со звездами. Спасибо большое. Но двоих вас мне не надо, по одиночке. Я так понимаю, это калёй вообще было обращение? Мне это вообще подняться на лифте. Ты с удовольствием, вы поймете, как это происходит. Конечно, редактура есть, но тут как подать. Было бы очень интересно. Ну вот однажды взяли, например, тему, как вы расслабляетесь. Ну действительно, каждый же по-своему, что русскому хорошо, немцу смерть говорят. У каждого свой способ расслабиться. Девушки пишут, мы сегодня отправляемся в караоке в надежде встретить там продюсера. Подпись «Поющие девочки». И выходы у меня длинные, порой до 10 минут бывают. И пока вот я всё это читаю, вдруг человек, мгновенная реакция, он говорит, а я продюсер, ищу поющих девочек. Микрофон имеется. Понимаете? Вот так. Это живое общение живых людей. И если не будет обратной связи, это будет совсем неинтересно и скучно. Жень, маленький рецепт для телезрителей, которые очень сильно вообще понимают, есть понятие чувства юмора, как поднять себе настроение? Я вам скажу, я вам скажу, что я, как и любой человек, накапливаю негатив. Я открыл для себя, как сбрасывать негатив, это спорт. В частности, вчера с утра день пошёл очень хорошо, а в обед что-то, какие-то люди, непонятные вопросы, миллион чего-то там, и начало копиться раздражение. Уже вечером. Ну типичный человеческий фактор. Ну это нормально, да мы же люди. Так вот, я пришёл вечером на хоккей, на тренировку, и там в борьбе чуть не до драки, то есть, и вот мы вышли туда в раздевалку, и сидим, и вот, и нету ничего негативного. Сидим и смеёмся такой, нервный смешок после так сумасшедшей игры. И самое главное, это спорт. Сегодня я, например, не хочу сбрасывать обороты, и после радиопередачи я поеду, например, на фитнес. То есть каждый день. Мы с Евгением одновременно часом пересекались в спортзале, так что... В основном в раздевалке. В спортзал-то не особо ходить, любители. У нас, как всегда, есть традиция, наши гости желают нашим телевизору некий посыл, что-то от себя. Я вам хочу сказать, что желаю вам лично, всем вашим близким, всем, кто вам дорог, добра и счастья, долголетия и здоровья. Будьте счастливы, друзья. Евгений Жигалтаев был у нас в гостях. Радиоведущий, певец, продюсер. Ты просто позитивный человек. Берём пример. Ну, а на этом программа «Женакун» подошла к концу. Друзья мои, мы надеемся искренне с Аланом, Женей, что ваш день пройдёт великолепно. А если что-то случится не так, мы уже знаем рецепт. Нужно идти в спортзал. Ну и слушайте хорошую музыку, смотрите нас почаще. Ну и всем хорошего плодотворного дня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова